На аппаратном совещании губернатор Сергей Морозов озвучил большое количество назначений. Глава области отметил, что сделаны они не только для того, чтобы синхронизировать работу с федеральной властью. На региональном уровне власть также должна заработать по-новому, чтобы защищать интересы ульяновцев. Необходимо быть более открытыми, более понятными для жителей области, для гостей нашего региона. Быть более внимательными и, если хотите, более сердечными к проблемам общества. В связи с этим губернатор представил новых управленцев. Первым заместителем главы области с 25 февраля назначен Александр Костомаров. Уроженец Челябинск ранее занимал должности вице-премьера Московской области и заместитель главы администрации Липецкой области. В Ульяновске он будет курировать внутреннюю информационную политику, а также взаимоотношения с гражданским обществом. Изменения коснулись регионального правительства. С 1 апреля из Министерства природы и цикличной экономики будет выделено агентство по надзору в сфере природопользования. Его возглавит замминистра Гульнар Рахматульна. Я просто хочу вам сразу же дать поручение и попросить держать на особом контроле вот эти зверские просто случаи, когда те или иные неразумные, их даже людьми это назвать нельзя, люди причиняют телесные повреждения животным. С 19 февраля представителем Ульяновской области при органах власти в Москве и заместителем председателя правительства назначен Александр Румянцев. Новый полприят родился и вырос в столице, но имеет ульяновские корни. Работал в ряде федеральных органов, в том числе в Минфине и Минэкономразвитии. Он представил план реорганизации работы представительства. За каждым блоком правительства Ульяновской области, мы обсуждали это в том числе с членами правительства, закрепить отдельного сотрудника в московском представительстве. Данный сотрудник должен будет на ежедневной основе взаимодействовать с куратором соответствующего блока правительства. Кроме того, представитель региона обозначил необходимость улучшения работы пресс-службы полупредства для улучшения информирования о достижениях региона. С 6 марта министр по развитию межрегиональных и международных связей Екатерины Сморода оставит свой пост и станет уполномоченным по правам ребенка. Соответствующее назначение уже утверждено в законодательном собрании. Подводя итоги национальных проектов за 2019 год, мы видим о том, что целый ряд целевых установок не выполнен. А раз так, то я напомню то, о чем говорил в 2019 году. Вот мы сегодня и с Ольгой Владимировой говорили, и с другими коллегами, и с Александром Александровичем о том, что за невыполнение национальных проектов должна быть и персональная ответственность. Губернатор отметил, что ряд показателей не выполнен в демографии, здравоохранении, образовании, агропромышленном комплексе. В связи с этим глава области предложил освободить от занимаемой должности министра семейной и демографической политики и семейного благополучия Ольгу Касимову. Глава области обратил внимание на плохое выстраивание работ с многодетными семьями. Должна быть существенно улучшена инфраструктура для выделения и подстроительства участков для многодетных семей. Правительство Ульяновской области во главе с Александром Александровичем Смекальным должно незамедлительно подготовить комплекс мер, который обязывает все администрации муниципалитетов в крайне сжатые сроки обеспечить выделение необходимого количества земельных участков, необходимого количества нормативно-правовых актов, которые должны привести к созданию инфраструктуры, к созданию условий для комфортного выделения земельных участков для многодетных семей. Также губернатор поставил вопрос о министре образования и науки Наталье Семенове и министре здравоохранения Сергея Панченко. Последним, в частности, была поставлена в вину ситуация по обеспечению льготными лекарствами. На прошлой неделе назначил служебную проверку со всеми вытекающими последствиями в отношении всех должностных лиц, и министерства, и главных врачей, которые сорвали закупку приобретения лекарств. Ни один руководитель, ни правительство, конкретно министерство здравоохранения, ни главные врачи, ни соответствующие должностные лица не будут чувствовать себя спокойными и не уйдут от ответственности за то безобразие, которое они сегодня допускают. Также губернатор обозначил необходимость создания программы обеспечения детским питанием. Егор Стоф, Юрий Конихин, Новости Управда ТВ. Новости Управда ТВ